Это канал Сансара, мое имя Дима, за съемку и монтаж отвечает Валера. И перед просмотром этого видео я попрошу вас подписаться на наш канал, проверить стоит ли у вас колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления. Также подписывайтесь на мой инстаграм сансара05, там вы сможете смотреть, что происходит с нами во время съемок и между съемками. Нам поступила информация, что по торжеам живет человек с ограниченными жизненными условиями. У нас больше никакой информации об этом человеке нет, есть только направление. И прямо сейчас вместе с вами мы отправляемся на поиски этого человека. Вы поезжайте лучше, вот здесь вот два дома, как бы там в основном это такой престарелый там женщины, как бы это пенсионный возраст в основном живут. Подъезжая к Оржеву, у нас появилась спонтанная идея купить продуктовые наборы и раздать их нуждающимся. Поэтому мы решили узнать у местных, есть ли среди жителей люди с ограниченными финансовыми возможностями. И получив адреса, мы поехали раздавать наши продуктовые наборы. Подскажете, может быть, кто есть в деревне? У нас есть небольшие продуктовые наборы, прямо именно тем, кто особенно нуждается. Так, в зависимости, в Корейске, вот первый дом, да, будет. Так, средний подъезд. А как зовут, знаете? Галина Яковлевна. А можете тоже написать? Так, ага, вроде как здесь. Здравствуйте. А Галина Яковлевна? Да. А мы к вам волонтеры и привезли продуктовые наборы. Сейчас тогда вам передадим. Да. Нам, ну, в магазине сказали то, что вы нуждаетесь, тогда мы сейчас вот вам принесем с машины. Ну, хорошо. Да, мы просто даже не знали точный адрес. Вот, вот, нажали. Нам просто сказали, калининские дома. А, ну, у нас совхоз для улицы. А, совхоз для улицы. Так, ну, сейчас тогда принесем. Ну, хорошо. Друзья, ну, вот мы взяли простые наборы. Это вот картошка, здесь хлеб, крупы, консервы, масло. В общем, взяли все самое необходимое и то, что не портится. Можно? Да. Так, вот мы вам взяли картошки. Спасибо большое. Ну, и вот здесь вот сама необходимая все. Спасибо, Мария. А чем вам помочь? Спасибо. Ну, а чем вы поможете? Ну, что нужно? Откуда, от чего вы? У нас общественная организация. Мы уже несколько лет занимаемся волонтерством. И помогаем как раз вот пенсионерам, кто вот одинокий. Да, вот сыночек, знаешь, 52 года отработала, а пенсия 9 тысяч. 52 года больше, чем полгода отработала, а пенсия вот такая маленькая. Вот так и живем. Может, с ремонтом помочь? Да нет, а вот ничего. Главное, что старший, что большой, работал там много. А здесь, получается, работали, да? Да, да, в больнице работала, потом в детском саду 32 года работала. Ого. Зарплаты были маленькие, пенсии были. У меня мама была тоже воспитателем. Да? Ну, воспитателем, потом стала на кафедре психологии работать. А вот работала. А вы сами живы? Нет, мы с Москвы приехали, да. А мама? Меня Дима зовут. Дима? Да. Спасибо, дай бог вам здоровья. Может, помочь с техникой или еще что-то? Да нет, вроде так и есть, холодильник работает. Мы такое поколение, то, такие скромные, мы привыкли выживать, поэтому такие есть. Ну, может быть, еще чем-то помочь вам? Да нет, пока ничего не надо, спасибо. А может быть, знаете еще кого-то, кому помощь тут нужна? Ну, вот у меня и соседка тоже, она тоже маленькую пенсию получает, но ее нет дома. А, она в огороде. Ну, давайте сходим там. Валентина Ивановна, Валя! Иди сюда. Вот мальчики приехали, волонтеры. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Валентина Ивановна, Клепакова. А меня Дмитрий зовут, а Валера. Да, я вижу, две соседки. Вот и выручаем друг друга. Ну, она мне чем-нибудь выручить, что-нибудь зашует, принесет по корме, что я ее. Вот так выживаем. Так, получается, за счет огорода, по собственному живу. Да, за счет огорода выживаем. Огород и все, все. Так, Валентина Ивановна, мы вам тоже, вот смотри. Ничего такого супер, но в то же время. Все, хозяй себе пригодится. Спасибо большое. Так вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, нашего героя зовут Баба Зоя, она живет в деревне под Ржевом, и больше мы, собственно говоря, ничего о ней не знали. Но так как в деревнях все друг друга знают, и, как говорится, длинный язык до Киева доведет, мы решили попытать счастье и все-таки найти нашу бабушку. Когда вы сюда повернули, проехали железную дорогу. Через железную дорогу, как сюда ехать по правой, сейчас поедете по левой стороне. Ну, там их несколько человек в этой деревне живут. И живет Баба Зоя, и к ней сейчас привезли какую-то женщину вообще с города, который сын чуть не убил, там что-то она говорила сегодня, когда он приходил, а взяла продукты для этой женщины. Сюда вот дорога идет тоже по деревне, уже здесь, да, у нас. Там Баба Зоя. За этим забором, где забор кончается, здесь уже Баба Зоя. Друзья, ну что ж, нам показали направление на деревню и показали дорогу, сказали, что мы проедем. Пойдемте покажу, как мы здесь можем проехать. Вот дорога идет, ну там еще более-менее мы проехали, а вот здесь вот, это вот дорога, друзья. Наша задача как-то проехать туда, но мне кажется, мы туда не проедем. Поэтому было принято решение, скажем так, не устраивать оффроуд, не та у нас машина, а машину поставить на прикол и уже вот по мосту прийти в деревню и там уже все узнать. Друзья, несмотря на то, что мы столкнулись с препятствием, и вот я здесь нахожусь буквально несколько минут, я ощущаю душевное спокойствие. Поэтому я помолчу пять секунд, а вы послушайте, как здесь красиво. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Бабушка Зоя живет. Мы волонтеры просто привезли продуктовые наборы. Я понял, понял, ну это деревня Озерецкая. Ну да, да, да. Ну вот Озерецкая, вот нам получается Васюково, потом вот Озерецкая. Вы сейчас проезжаете вверху, будет там эта Гузынина, несколько домов. Вот вы выходите опять на эту дорогу, в сторону Ржеву поедете. И вот это вот разваленный правильно показано сходного. А дорога прямо по полю. Искали бабушку мы очень долго, и в какой-то момент даже подумали о том, что ничего у нас не получится. Во-первых, мы уехали в другую деревню и абсолютно не знали местности. Но на наше счастье, так как в ближайших деревнях местные знают друг друга, нам все-таки дали наводку. И спустя примерно три часа поисков мы все-таки нашли нашего героя. А баба Зоя, это вы? Это я, баба Зоя. А, мы вам тоже привезли помощь. Мы волонтеры. И мы вас... Какая собака, это она просто такая. Мы на самом деле очень долго вас ищем уже. Да, мы уже ищем часа три вас. Что, и не могли Васильеву сказать? А мы и Васильевых не нашли. Мы вам сейчас привезли продукты. Если нужно лекарств заказать, ну, закажем лекарства тоже. Сказали, вам еще какую-то женщину дали. Ну, она, ты что, не болеет? Ходит плохо. Маленько ухаживает. И как тут живется вообще? А что, сейчас летом хорошо, дачники приезжают. А вы вообще совсем одна, получается? Сына похоронила в Хлебове. Умер 35 лет. Здесь все ферма была, молоко все возил. Встал утром рано, в 6 утра машину завел. Перед этим у меня был накануне комбикорм привез. У меня еще корову держало тоже. Вот было всегда корову и дочков таких вот этого. Вот. Мам, потом я завтра приеду. А я раз поехала паспорт менять. Я с Казахстана приехала, надо было новый там поменять. И уехала. А он приезжал. И вот, вот, встал. Все, машина, ну, завел все, молоко собирать. Потом пришел домой, в Хлебове он жил. И говорит жене, Свет, что-то мне плохо, я полежу. Вот так вот, как лег, навзничь. И все, говорит, захропел, захропел. Я, говорит, подскочила. Все. Уез волос, говорит, так, как вода, говорит, шла. Сердце. Ну, она как в деревне врачи. Пока она побежала, пока не раскошелились, прибежала, даже шприца не взяла. Не было. Ну, и все. И умер. Ну, и на руках скончался. Давно это было, да? М? Давно уже? В 2004 году. Ого. Зоя Дмитриевна оказалась очень скромным человеком. И, как оказалось, она живет на отшибе деревни. Первое, что я хочу отметить, что Зоя Дмитриевна живет в таких условиях аж с середины 90-х годов. Но то, что мы услышали дальше, подвергло нас в шоковое состояние. Как с отоплением? С отоплением, вон, пока дрова есть, пичка. Пока чуть-чуть есть. А с водой, как у вас? С водой, вон, речка. А зимой с речки сейчас у соседей беру, у их колодец. Ну, там насос, а то у их через огород я отхожу. А если не они? А я уже 16 лет у с речки. Питьевая вода с речки? Кипятим, кипячу и пью. То есть, можно тоже сделать колодец специалом? Можно. А кто он стоит, дай боже, сколько? Кому она теперь мне уже колодец, скоро 2 метра будет, самой. Ну, куда уж там. Сколько, вам 73 года? 73. Ну, еще жить-дожить. Ай, жить-дожить. Какой теперь колодец? Ну, воду из речки пить все-таки. Уже так, а что делать? А иной раз ничего чистого, да. А теперь вот эти свинарники. Побьется вода. Верите? И тут-то ничего. А оттуда, где Васюковий или что, да, как начинает это, это все. Как оказалось, в теплые времена Зоя Дмитриевна набирает воду из речки, которая находится напротив дома, а зимой она топит лед. То, что касается речки. Мало того, что речка сама по себе грязная, недалеко находится комбинат, который сбрасывает в эту речку помои и отходы. Тем самым, я считаю, что такая вода, она уже непригодна для приема. Но так как альтернативы у Зои Дмитриевны нет, ей приходится пить такую воду. Газ покупной баллон, зимой печка. А где газ заправляете? А газ из города привозят. А, вам? Тысяча рублей. То есть вам оставляют баллон заправленный и забирают пустой? Нет, теперь никто. Раньше ездила машина, а теперь вот. Заказываю, прошу и привозят. Как и в ситуации с бабушкой Ниной, Зоя Дмитриевна сказала, что не надеется ни на какое чудо, доживает свои последние годы. Когда я ей задал вопрос, а если у нее будет колодец, сколько лет она проживет? Она посмеялась, так как в это не верит, но затем ответила, что лет до ста точно проживет. Ну, если бы у вас колодец был бы, было бы хорошо? Ну, конечно, с колодцем-то, ты уж колодец. А кто их там, ой, не сделает, сынок, встань ты. Пенсию, избивает ее. А совсем недавно он чуть ее не придушил, поскольку ему не хватало денег. И, честно говоря, мы были шокированы от этой информации. И хочу отметить, что Зоя Дмитриевна – это действительно светлой души человек, которая сама живет в очень скромных условиях, но, тем не менее, открыта к помощи другим людям. Детки такие, два сына, один сын побил, избил ее. Ну, я ее знаю, я там 16 лет живу, она вот в этой биндюшке, как называют, жила. Пока деньги дает, сыновья хорошие. Потом побили, милиция приехала, его там забрали и сказали, бабуль куда хочешь, он сказал, я ее все равно убью. Взял шнурок и хотел ее урушить. Вот так, а ей 84 года. Деньги дашь хорошие? Денег не стала давать. Давай деньги. Вот какие делаются. Мы, кстати, не представились, меня Дима зовут, это Валера. Да, то мы знаем, как вас зовут, а вы же не знаете, как. А, Дима? Дима, Валера, ну ладно. Так, мы сейчас тогда вам принесем. Ой, Дима, сколько я вам должна? Да не сколько, можно придержать. Да вы что? Это вот вам, и поскольку у вас все женщины, здесь, конечно, не что-то прям такое, не самое необходимое. Спасибо. Ну теперь нам хватит. А это вы на велосипеде ездите? Да, я еще в Глебово. Вон какой у меня Мерседес. А сколько лет вы в Мерседесе? Ой, не знаю, уже сколько. Ну и ездят еще на клавище, к сыну ездят. Уже скоро троится, надо ехать. Ну ладно, ребятки, я не буду вас задерживать. Вы еще куда будете ехать? Да мы уже все, мы, получается, да, раздали. Вас просто очень долго искали. Ой, Боже. Но могу сказать, не зря искали. Ну и все, нашли теперь. Так, хочу сказать то, что вы очень светлый человек. Очень приятно познакомиться. Все, спасибо вам. Так, мы приедем на следующем деле. Тимулька и Валерушка. Все, добра. До свидания. До свидания. Друзья, я пробую сам пройти до этой речки, и что-то мне не нравится вот это вот. Тут вообще просто можно завязнуть. С 96-го года Зинаида Дмитриевна пьет вот эту воду. Вот, видимо, там какая-то тропинка есть. И вот так вот, смотрите, вот приспособление. И вот здесь вот берут воду. Причем вот эта вот конструкция, она может пошатнуться и можно упасть. Вот вода, причем, вот вы видите, цвет, она совсем не чистая. И я, честно говоря, даже не представляю, как это можно пить. По моему мнению, ну вот посмотрите, вот я сейчас руку засуну, мне кажется, не будет видно. Ну вот видно, но все равно плохо. Мне кажется, кипяти, не кипяти, а вот здесь особенно, ну не поможет, потому что, видите, мутное. Вот здесь не так глубоко, дна не видно. То есть нету дна, потому что грязная вода. Надо срочно что-то делать. Друзья, ну вот и подошло наше видео к концу. Оно получилось очень добрым, очень душевным. И я попрошу вас проявить максимальную активность, поделиться этим видео в соцсетях, писать комментарии, ставить лайки. Так как это все помогает продвижению. Чем больше людей увидят наше видео, тем больше людей сможет откликнуться и тем больше мы сможем помочь. Ну и по традиции, друзья, подписывайтесь на наш канал, проверьте, стоит ли у вас колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о наших новых выпусках. С вами был канал Сансара. До новых встреч!